Я просто не мог понять, как оставить моих друзей, мою семью. Я буду изгоем, они будут думать, что я сумасшедший. И я, вероятно, потеряю все свое социальное окружение, если приму такое решение. Я думаю, что сегодняшний иудаизм отличается от того, каким Бог хотел бы, чтобы был иудаизм. Знаете, я не думаю, что Бог желает, чтобы нас удовлетворяли только традиции и только ритуалы. Я не думаю, что традиции сами по себе плохие или являются злом. Но я думаю, что Бог хочет чего-то большего с нами. Знаете, Он хочет наши сердца, и Он хочет, чтобы у нас были близкие отношения с Ним. Однажды я сидел в ресторане и ел сам, и вошел незнакомец и сел напротив меня. Он начал говорить об Иисусе и продолжал минут 15. Я сидел тихо, думая, что этот парень идиот, но что мне было делать? А в конце разговора он сказал, «Что ты думаешь обо всем этом?» Я сказал, «Честно, я еврей, я мало что могу сказать». Но он так оживился, он был так взволнован тем, что я еврей. Он сказал мне, что он любит евреев, что он любит Израиль. Его глаза светились, он был в восторге. И я сказал, «Минутку, почему тебя так радует, что я еврей?» Я думал, что чем больше ты христианин, тем больше ты не любишь евреев. Но он сказал, «Нет, парень, если христианин знает Библию, он любит еврейский народ». Летом, после моего второго года обучения, меня пригласили и скорее завербовали заниматься сумасшедшей летней работой — продавать книги по домам. Звучит безумно. Этот маленький еврейский мальчик, продающий книги от двери к двери. Еще большим сумасшествием было то, что меня отправили это дело в юлейский поезд. Лето стало еще интереснее, когда мы прибыли в Хендерсон в Северной Каролине, нам пришлось стучать в двери, чтобы найти место, где пожить этим летом. Мы не хотели жить в отеле, потому что пытались уменьшить расходы. Собственно, нас было четверо. Закончилось тем, что мы постучали во все двери в этом городе, пытаясь найти семью, достаточно сумасшедшую для того, чтобы принять у себя пару студентов колледжа на лето. В конце концов, мы нашли одну семью, которые были сумасшедшими. Очень примечательная семья. У них было трое детей, и они изменили все в доме, чтобы принять студентов колледжа, чтобы мы спали в их доме. Очень-очень гостеприимные. В тот первый вечер, когда мы остались у них, отец, который принял нас, попросил меня спуститься в кухню. Он хотел поговорить со мной несколько минут. Конечно же, этот парень проявил ко мне гостеприимство. Я сказал, что угодно, я буду рад поговорить. И он начал рассказывать мне историю о том, как он встретил Иисуса, и как он освободился от кокаиновой зависимости. И как, когда он пригласил Иисуса в свою жизнь, комната поколебалась. Он просто рассказывает мне эту безумную историю. Я подумал, что происходит. Я позвонил своей маме в тот вечер и сказал, я нашел удивительную семью, и они позволили нам остаться у них, но он рассказывает мне об Иисусе. А мама говорит, не слушай этого парня, он безумный. Радуйся тому, что он принял вас, но не обращай внимания на то, что он говорит. Я ответил, окей, хорошо. Лето продолжалось, и, очевидно, я стучал в двери. Стучал в сотни и сотни дверей. И казалось, что практически ежедневно я сталкивался с людьми, которые были очень и очень восхищены Иисусом и говорили о Боге все время. Я постучал в дверь, и парень открыл ее и говорит, «О, а ты знаешь Иисуса?» Я сказал, «Нет, я еврей». А он ответил, «И что, это не имеет значения. Все нуждаются в познании Иисуса». А я, я так не думаю, это не то, чему меня учили. Было так, будто меня бомбардировали Евангелие. Конечно, я был в библейском поясе, меня это не должно было особо удивлять. Но мне никогда не объясняли, кто такой Иисус и зачем еврею даже задумываться о том, кто такой Иисус. Эти люди, очевидно, сильно верили в то, во что они верили. Они были очень искренними, очень любящими, очень добрыми людьми. И честно, я немного завидовал их искренности и той близости, которая была у них с Богом. Как еврей, я думал, подождите, это то, что должно быть у меня. Я потомок Аврама Исаака Якова. Это у меня должна быть прямая связь с Богом, не так ли? Но эти язычники и христиане, похоже, ближе к моему Богу, чем я. Однажды вечером в кровати, перед тем, как уснуть, я взывал к Богу об этом. У меня были слезы, и я буквально кричал к Богу и спрашивал, «Боже, является ли Иисус Мессией? И является ли это тем, о чем я должен принять решение?» Я знаю, что если я пойду и поговорю с раввином, он скажет мне, «Нет, он не Мессия». А если я пойду и поговорю со священником или пастором, он скажет мне что-то другое. Поэтому я сказал Богу, «Ты знаешь, Боже, Ты должен показать мне, где здесь истина, потому что я знаю, что у людей есть свои мнения». Я не могу сказать, что блеснула молния, или что я увидел видение в тот момент, но что-то изменилось в моем сердце в тот момент. Я перестал быть злым и раздраженным, когда встречал этих христиан, и мне стало интересно услышать больше о том, кем был этот парень Иисус. Как бы там ни было, лето продолжалось. Я провел прекрасное время, продавая книги, действительно много работы. Заработал много денег, наконец вернулся в кампус. Мои оценки все так же были высокими. Я развлекался, купил новую машину, купил стереосистему. Мне действительно было все, чего я хотел, как студент колледжа, но я начал понимать, что у меня все еще есть пустота в сердце. Знаете, деньги ничуть не сделали меня счастливее. Новая машина не сделала меня счастливее. Шумная автомобильная стерея не сделала меня счастливее. Вечеринки не делали меня счастливее. И я начал размышлять о том, что я пережил летом. Это все как бы пришло в мою голову в последнюю неделю. Я шел в библиотеку, и по дороге в библиотеку я сделал небольшой крюк, потому что увидел толпу людей. И когда толпа немного раступилась, я увидел плакат с надписью «Пойдешь ли ты на небеса?» Тест из двух вопросов дает ответ. Я сказал, «О, Боже мой». Как будто бы все лето, и этот семестр вели к этой точке, к этому пику. Бог ответил на мою молитву и изменил мое сердце, и послал всех этих людей, чтобы они продолжали говорить мне об Иисусе. И вот оно было прямо передо мной. Это как будто был мой выпускной экзамен. Приму ли я его или нет? Я сказал, «Мэтт, тебе нужно принять решение. Ты хочешь угодить Богу или ты хочешь угодить людям?» Многие евреи, включая меня, думают, что как только ты поверил в Иешуа, ты отворачиваешься от своего наследия. Я не хотел предавать свой народ никоим образом. Мое еврейство было очень важным для меня. Когда я понял, что быть последователем Иешуа и быть верующим в Него — это не предательство нашего наследия, а фактически его исполнение. Я помню, как читал слова Иешуа о том, что Он не пришел нарушить Тору или Гафтору, но исполнить ее. Я был очень рад прочитать это, потому что я понял, подождите, я могу верить в Иешуа и не оставлять своего еврейства. На самом деле, это самое еврейское, что я могу сделать. Что может быть более еврейским, чем евреи, верующие в еврейского мессии? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!